Из четырех финалистов определился победитель. Консорциум во главе с международной компанией KPMG будет разрабатывать проект застройки территории, прилежащей к стадиону Самара-Арена. Так решила профессиональная жюри в ходе голосования. Предложенный мастер-план, разработанный совместно с самарскими учеными, наиболее отвечает духу и времени развития территории. Пока это только модель. Ландшафтное решение в стиле Грин-Сити охватывает все стороны жизни. И инновации, и производство, и культуру, и спорт, и жилую застройку. Все это на фоне зеленой зоны, где находится участок. Амбициозные задачи решаются наиболее оптимально. Окружающая Самара-Арена пространства – это 240 гектаров. И такие размеры территории позволяют тщательно спланировать и создать фактически с нуля новый современный район с необходимым социальным, культурным и экономическим назначением. Самара-Арена – исторически важная территория. Чемпионат мира по футболу в 2018 году собирал здесь десятки тысяч болельщиков. Многие хотели приехать сюда снова. Но пока в неигровые дни площадка практически пустует. Хотя, если обустроить ее на достойном уровне, она смогла бы стать туристическим центром всероссийского значения. В международном конкурсе на мастер-план территории приняли участие более 120 компаний. До финала дошли четыре. Одна из них предложила идею умного города – смарт Самара. Другая – небольшого локального городка. Третья – создание нескольких профильных кластеров. Победивший проект «Зеленого города» был признан самым удачным. Губернатор Дмитрий Азаров предложил сделать акцент на развитии самарско-тольятинской агломерации, при этом учитывая особенности исторической архитектуры. А вот если бы мы подумали, опять же, для идентичности, если бы мы в дальнейшем, это уже поднятна детальная проработка, какие-то реплики известных самарских зданий исторических там разместить, а может быть еще и тольяттинские здания какие-то, там тоже есть свои памятники, да, это другая эпоха, что называется. На такую идею коллеги с самарскими кварталами меня натолкнули, потому что, еще раз подчеркну, мы можем взять просто готовые здания, де-факто, самарские, известные, и как-то их там попытаться реплики их использовать. По словам представителей консорциума, такой опыт есть. В России много раз приходилось строить по образцу исторической архитектуры, в частности в Казани и Саратове. Учитывая уникальность самарского стиля модерн, работать будет еще интереснее. Все эти элементы, цокольная часть, мансардные этажи, эркера, традиционные материалы, штукатурка, кирпич. Если взять все исторические элементы, но не повторить их буквально, а вот взять их в суть, безусловно, мы хотели бы вот этот и масштаб, и дизайн-код, и какую-то рукотворность, вот эти кирпичные каменные дома, замечательные постройки, где, ну, среда, где приятно ходиться. Идея комфортного города так называют эту концепцию, в которой должны гармонично сочетаться основное. Спортивное направление с историческим прошлым и инновационным будущим Самары. Олег Зверев, Василий Колдашов. События.